Девушки отдыхают 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 увеличить объемы экспорта. Экспортируем мы свою продукцию в Россию. За прошлый год удельный вес экспорта в Россию у нас составил 78%. Надеемся, в этом году мы этот объем не уменьшим. Стоимость нового цеха порядка 47 миллиардов рублей. Часть затраченных средств собственные, почти 18 миллиардов рублей. Часть – кредитные ресурсы. Брали и как валютный кредит, так и кредит в белорусских рублях. Часть оборудования была изготовлена собственными силами, но основное оборудование наиболее сложное – формы, траверсы, центрифуга, машина для распалубки оборудования. Это все было приобретено у немецкой фирмы, совместное немецкое и итальянское производство. Сейчас отработали технологию. В феврале у нас планируется провести квалификационные испытания продукции, и мы ее начнем отгружать потребителям. Пока идет накопление продукции на складе. По словам специалистов, ее высокое качество – залог успешных продаж. Стойки ЦФО, конечно, их освоить будет любому предприятию не так просто. То есть, надо сложное специальное оборудование дорогостоящее. Достаточно сказать, что одна форма под эти стойки стоит порядка 500 миллионов. Действительно, продукция совершенно другого качества. Значит, стойки, они напряженные, у них очень большой изгибающий момент. Мы верим в эту продукцию и надеемся, что она даст нам отдачу. Завод «Энергодеталь», основанный более полувека назад, с самого начала прочно занял место одного из крупнейших производителей продукции для энергетического строительства и, судя по всему, позиции сдавать не собирается. Возникают, конечно, и проблемные вопросы, но они решаются. Ежегодно наращивается выпуск продукции, экспорт, улучшаются финансовые показатели. И то, что средняя заработная плата здесь порядка 7 миллионов, говорит о многом. 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Он призван привлечь внимание широкой общественности к этой проблеме, ставшей сегодня глобальной. В наше время хорошо известны причины возникновения этой патологии, при обнаружении которой на ранних стадиях возможно успешное лечение. Медицина не стоит на месте и, возможно, спустя какое-то время появятся вакцины против всех видов этого страшного недуга. Пока же врачи советуют не пренебрегать профилактикой, отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни. На данный момент уже известно, что возникновение 43% раковых заболеваний можно было бы предотвратить, ориентируясь и соблюдая элементарные нормы здорового поведения. Это физическая активность, балансированная и здоровая пища, своевременная вакцинация против вирусов, воздержание от длительного пребывания на солнце и в соляриях, отказ от вредных привычек, своевременная диагностика и внимание к собственному здоровью. Что касается профилактики, то здесь важно главное не запустить болезнь, причем любую. Своевременное ее выявление способствует успешному лечению, позволяет избежать осложнений. В первую очередь на сегодняшний день считается, что большинство локализаций, которые поражаются раком, в общем-то связаны с курением. Это не секрет, об этом везде пишут. Это и средства массовой информации, интернет пестрит, что практически начиная от ротовой полости и заканчивая мочевым пузырем, везде присутствует в общем-то такой компонент, как никотин, который является достаточно концентрированным таким канцерогеном и влияет. Из-за него возникают рак полости рта, рак губы, рак глотки, рак пищевода, рак мочевого пузыря, ну и конечно же рак легких. Дальше, значит, многие инфекционные заболевания, которые у человека бывают, они тоже в конечном итоге могут приводить к раку. Третьим примером являются гепатиты, которые у нас встречаются у людей, я на эту статистику не знаю, но это в общем-то доказанный факт, что на сегодняшний день рак печени возникает на изменённом органе после перенесенного вирусного гепатита С или ББ с исходом цирроз или ББС. Вот и в связи с этим, в общем-то, проводится иммунизация, то есть это уже как бы не чисто онкологическая проблема, она уже связана с инфекционным, в общем-то, направлением в здравоохранении. Дальше, солнечная инсоляция у нас, вот достаточно много примеров есть на сегодняшний день, что это фактор, который вызывает рак кожи, причём разновидности его, базально-клеточный рак, плоскоклеточный рак, либо меланома кожи, которая очень агрессивная и с которой, в общем-то, уже при развитой форме бороться очень сложно, всё это, в общем-то, имеет под собой основание говорить, что переусердствовать в этом плане человеку, наверное, не стоит. Ну и, собственно говоря, малоподвижный образ жизни, здесь можно назвать, что у человека, в общем-то, тоже является предрасположенным фактором возникновения опухоли. Ну вот, в целом, если брать вот эти все факторы, которые я назвал, если их, так сказать, устранить, да, я не сказал про алкоголь. Алкоголь тоже, он полезен в умеренных дозах, но его чрезмерное употребление, конечно же, вызывает тоже многие виды рака, в том числе и эти же локализации, которые вызывают и курение. А вместе, если это всё происходит, ну это такая термоядерная смесь. Там ни одного пациента с раком гортани, наверное, мы не найдём, который бы ни пил и ни курил. Это вот совместно стопроцентный фактор, который может вызывать рак этого органа. И вот, если бы эти все факторы, как бы, иметь возможность устранить, либо уменьшить хотя бы на сегодняшний день те, кто этим пренебрегает советами, то я думаю, что профилактическая направленность именно в отношении онкологических заболеваний, она была ощутимой. Поскольку научные изыскания свидетельствуют, что ежегодно многие случаи возникновения рака могут быть связаны с причинами, зависящими от самого человека, основа профилактики – переход к здоровому образу жизни и более внимательному отношению к своему самочувствию и здоровью. А теперь напомним о других событиях этой недели. Вопросы проведения реконструкции капитального ремонта учреждений здравоохранения, о создании в городе безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц, о работе с обращениями граждан рассматривались на очередном заседании городского исполнительного комитета. Военнослужащие 120-й зенитной ракетной бригады Западного оперативно-тактического командования отправились на тактические учения с боевой стрельбой на полигон Полески и Гомельской области. В этих маневрах будет задействована третья батарея ТОР-М2. Участковые брещины повышают свою квалификацию. В Барановичах расстоялся областной учебно-методический сбор, в ходе которого инспекторы из разных уголков области смогли познакомиться с изменениями и нововведениями белорусского законодательства, особенностями его применения на практике, а также обменяться положительным опытом в своей службе. В Барановичском регионе проходит акция «Знаки нашей памяти», которая направлена на оказание всесторонней поддержки людей, пострадавших от национал-социалистских преследований в годы Второй мировой войны. Клуб деловых женщин «Престиж» совместно с территориальным центром социального обслуживания населения и волонтерами колледжа сферы обслуживания побывали с подарками у жительницы блокадного Ленинграда Людмилы Алексеевны «Голос». 8 февраля отмечается столетие со дня рождения Валентина Тавлая. Накануне знаменательной даты работники Центральной городской библиотеки организовали торжественное мероприятие, участие в котором приняла дочь белорусского поэта Галина Тавлай. На этой неделе в Барановичах открылась выставка «Народные керамические куклы Беларуси». Мастерицы клуба «Папороть-Кветка» приглашают жителей и гостей нашего города совершить небольшое путешествие по территории республики конца XIX – начала XX века и увидеть маленькую копию белорусского народного костюма. В то время из ткани домашней выработки рождались чудесные наряды, по которым судили о трудолюбии и мастерстве создавших их женщин, вкладывавших в них душу и свое представление о прекрасном. С историей народного костюма познакомилась и наша съемочная группа. Мастерицы клуба фольклорной и народной куклы «Папороть-Кветка» в Барановичах представляют свои работы впервые. Здесь можно увидеть уникальные изделия, сделанные своими руками и отражающие историю Беларуси. По легенде, «Папороть-Кветка» с помощью «Папороть-Кветки» доставали из земли богатства спрятанные. Вот и мы с помощью своей «Папороть-Кветки» хотим вам показать, какие же богатства существуют в нашей белорусской культуре в части ткачества, в части вышивки и в части мифологии, которую мы уже практически все подзабыли немножечко. К большому сожалению, говорит Татьяна Рудольфовна, белорусские народные куклы не сохранились до нашего времени и сейчас проводится определенная работа в плане восстановления кукол при помощи методики опроса информантов по всей территории страны. Также идет изучение такого культурного и эстетического феномена, как народная тряпичная кукла, которая только сейчас стала серьезным объектом научных изысканий. Долгое время, оставаясь за рамками научного осмысления, белорусская народная кукла из текстиля была абсолютно неизученной темой. Мы сейчас пытаемся восстановить, какой же была народная тряпичная кукла белорусская. Та кукла, которой занимались наши бабушки и прабабушки. Поэтому мы ездим по экспедициям, мы объездили уже почти все регионы Беларуси и добываем вот эту народную тряпичную куклу. Эта кукла не такая яркая, красочная, как российская, которую все знают, вот эти милые зерновушечки. Это российские все куколки. У нас не такая кукла яркая на Беларуси, но она очень интересная. Она, каждая со своей историей, очень интересная кукла. И мы всегда обращаемся в средствах массовой информации. Пожалуйста, кто знает, кто может быть помнит, чьи бабушки делали такие куклы, чьи мамы делали такие куклы, пожалуйста, обратитесь к нам с информацией. Мы собираем эту информацию по всей республике. О куклах народных, тряпичных, ну не только тряпичных, о тех, которые делали в начале 20-го и в конце 19-го века в деревнях. Все представленные на выставке куклы в единственном экземпляре и предназначены только для ознакомления с культурой. Купить их нельзя. Главная наша миссия, говорит руководитель клуба, показать и рассказать. Постоянной выставки также нигде нет, так как работы очень востребованы и уже в течение двух лет постоянно переезжают из города в город. К слову, запись выставок идет уже на 2015 год. У жителей и гостей города есть замечательная возможность не только познакомиться с белорусским национальным костюмом, но и посмотреть на куклы, с которыми играли наши бабушки и прабабушки, а также обереги, которые выполняли для дома в далекие времена. Кстати, многие нынешние свои корни взяли именно из старинных обычаев. Наши мастерицы уникальные мастерицы. Кроме того, что они занимаются керамикой, а все керамические куклы сделаны мастером. То есть это обжиг, это литье, это обжиг, это сборка куклы. Все работы, которые сопутствуют при работе в керамике. Потом наши мастерицы одевают этих кукол. Вот это тут начинается самое интересное, потому что юпочку надо соткать. Мастер садится и пьет эту юбочку. Кофточку нашу, рубашечку надо вышить. Мастер садится и вышивает эту рубашечку. То есть у вас мастерицы универсальные, они умеют все. Абсолютно верно, мастерицы универсальные. Поясоплетение. Если в костюме присутствует пояс, значит мастерица садится и плетет этот пояс. Все это наши мастера умеют делать. Чем отличаются наши куклы? А тем, что у нас не просто абстрактный белорусский костюм. У нас костюм определенного строя Беларуси, определенного региона. Вот если здесь Клецко-Копольский строй, то вот за каждый стежочек мастер в ответе. Если это строй малорицкий, то каждый стежочек выучен мастерицей, проработан и привнесен в куклу. Вот этим наши куклы отличаются. Выставка «Лялька» и «Якмостатство» в Барановичах пробудет до 10 марта, а затем ее увидят жители города Минска. У любителей зимних видов спорта теперь появилось больше возможностей для занятий ими. На стадионе «Локомотив» начал работу городской каток. С каждым днем желающих покататься на коньках на свежем воздухе становится больше, несмотря на морозную и порой ветреную погоду, отмечают работники стадиона. Разгар рабочего дня, но каток, залитый на запасном футбольном поле, которое находится у главного входа на стадион «Локомотив» с улицы Войкова, не пустует. Чтобы лед был хорошим, каждый день производится его наращивание. Даже не совсем фигурное катание на фигурных коньках отлично избавляет от стресса, решает проблемы со сном, дарит солидный запас энергии и уверенности в себе. В выходные дни очень существенный такой спрос, так как народ хочет кататься, приносит это удовольствие, оздоровляется таким способом. В будние дни как-то поменьше, но тем не менее ходят, различного возраста посещает наш каток люди. Время работы нашего катка в будние дни, это то есть вторник, пятница, с двух часов дня до восьми часов вечера. Также в выходные дни мы работаем суббота-воскресенье с двенадцати часов до восьми часов вечера. Осуществляем прокат коньков, также лыж. Прокат у нас до семи часов вечера только осуществляется. Такой отдых на свежем воздухе замечательно подойдет и взрослым, и детям. А еще лучше, если прийти всей семьей. Это прекрасный способ активного отдыха, даже для тех, для кого спорт – это просто красивые картинки в телевизоре. А если вы страдаете частыми простудами, хроническим кашлем или сердечными заболеваниями, то катание на коньках обязательно поможет вам укрепить свое здоровье. Хорошая фигура и красивая осанка не заставят себя ждать. Кстати, девушкам на заметку, часовое катание на коньках избавляет от 400 калорий. Будьте красивыми, здоровыми и притворяйте свои мечты в жизнь. Фигурное катание не ради олимпийских медалей, а для здоровья и хорошего настроения. Сегодня это модно, но главное – полезно. И никаких отговорок. Хорошие катки сегодня в городе есть. Коньки можно взять на прокат, а уверенно стоять на них научат специалисты. Остается только получить удовольствие. И в завершении еще одна информация. Уважаемые телезрители, каждое воскресенье в эфире нашего телеканала «Главные новости Брещины». Еженедельную информационную программу готовят Барановическая телекомпания «Интекс», Бреско-Кобринская студия «Бук-ТВ», Пинская и Солигорская телекомпании. Программа «Регион» выходит в эфир по воскресеньям в 18 часов в 40 минут и в 22 часа. Наша программа завершена. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова